Всем привет, бойлеры! Не прошло и недели, а мы снова с вами встречаемся, как я вам и обещал, на новом новостном. Сегодня, на самом деле, для обсуждения событий у нас предостаточно, одного только вчерашнего матча за Калавина хватает, поэтому предлагаю особенно не тянуть и перейти сразу к делу. Бойлеры, вот скажите только честно, хотели бы вы хотя бы раз в жизни оказаться на матче NBA? Да? А что вас тогда останавливает? Виза? Перелет? Организация? Может быть, незнание? Языка? Да? На самом деле, все это фигня, потому как все эти вопросы решаемы, и решаемы с ребятами из команды Freestyle Trips. Freestyle Trips — это не просто твоя возможность посетить Америку и увидеть настоящие матчи лиги, такие как Бруклин-Торонто, Никс-Филадельфия, Клиперс-Филла, Майами-Милоки, Бостон-Бруклин, Аллас-Нью-Орлен и Лейкерс-Хьюстон, но еще и прочувствовать всю атмосферу жизни в США на себе и как она есть. Посмотреть на лучшие достопримечательности в каждом из городов, пообщаться со Смувом и многими другими звездами уличных кортов и просто отлично провести время. Уже в феврале будущего года Freestyle Trips вновь отправляется в Америку, в прошлый раз был поход на матч ГСВ и Лейкерс со встречи с профессором, на этот раз программа запланирована еще более насыщенной. Так что за всеми вопросами, бронированием и покупкой тура ныряйте по ссылочкам в описании, выбирайте понравившийся вам матч и следуйте за своей мечтой. Начать сегодняшний обзор предлагаю снова с Бостона, где в противостоянии сначала против Лака, позже против Денвера Кельта продемонстрировали нам не только самый настоящий и эффектный баскет, но и кое-что еще. Трагичное, я бы даже сказал. Относительно игры против Клиппер сказать хочется только одно. Это была гребанная игра уровня плей-о, и не иначе. Со старта поединка обе команды словно разъяренные питбулли вцепились в друг друга, и сжимали челюсти, челюсти защиты настолько сильно, насколько им это позволяли силы. Бостон благодаря слаженности работал в основном через дабл-тимы, стараясь в первую очередь выключить Кавая и Джорджа из игры. Клипперс же, благодаря большему количеству игроков, способных индивидуально обороняться лучше, держали лично, лишь иногда используя прессинга по страховке, что на самом деле работало в обе стороны. Ведь оба коллектива не выбрались на экваторе матча даже за рубеж в 45 очков. А это достаточно редкий случай, надо сказать, для лиги в таких-то поединках. Однако, начиная со второй половины, все неожиданно начало развиваться ровно по противоположному сценарию, так как атакующие элементы игры резко возобладали над защитными, и команды понеслись вообще без каких-либо тормозов атаковать кольцо друг друга. У кельтов проснулся Джейсон Тейтум, активность которого помогала не только команде Стивенса сдерживать набеги лаг, но еще и даже вырываться вперед по счету. Плюс хорошим скорингом отметились еще и Смарт, работавший на позиции разыгрывающего Ванамейкер, выходящий с банки, и само собой Тайс. Со стороны Клипперс главным оружием стали, естественно, Лу Уильямс и Кавай, сдерживать которых с каждой атакой Бостону становилось все сложнее, сложнее и сложнее. Почему так, спросите вы? Ну, во-первых, проведя практически все три отрезка в дабл-тимах, заметна была появляющаяся усталость у игроков в зеленых. Во-вторых, ближе к четвертой четверти начала по полной использоваться главная фишка команды из ЛА. Это нахождение на паркете пятерки Беверли, Лу, Хэрл, Кавай и Джордж, которых просто необходимо было как-то удерживать, при этом эффективно. И поначалу это даже получалось. Быстрые выходы вдвоем на Джорджа заставляли его ошибаться на пасах. Кавай вынуждали бросать из неудобных для него положений, а вот Лу, Монтроза и Беверли приходилось отпускать. Что лично, на мой взгляд, и стало ключевой ошибкой даже тогда, когда рывок Кельта в финальной четверти составил плюс 10. После чего Риверс, взяв тайм-аут, принял гениальное совершенное и простое решение провоцировать дабл-тимы сверху и одновременно растягивать оборону Бостона по краям, концентрация которого, очевидно, была на звездах. Тем самым ни Лу, ни Беверли, никто не мешал спокойно занимать позиции по краям и лупить оттуда. А позже и не только оттуда. Что сначала вытекло в рывок 8-0 с поднятием боевого духа. Позже еще раз повторилось, с тем же, кстати, результатом, и позволило командам играть в традиционные качели, исход которых мог решиться броском Кавая через Смарта, но не решился, слава богу, он его не забил. Ну уж, а в овертайме я лично для себя увидел самую настоящую бойню с элементами триллера, фантастики и драмы. Тут, без сомнения, отмечу судейство, которое в сторону Клиперс раздавало прилично. Безбашную игру от Смарта, который своим стилом и сейвом одновременно против Кавая навсегда войдет в историю лиги, и отсутствие шутера у Бостона в самый нужный момент. И еще, кстати, те же самые ошибки в обороне, которые привели к героическим попаданиям Беверли. Мне лично даже, несмотря на поражение кельтов, игра безумно понравилась. В ней было прекрасно практически все, и больше тут добавить особо нечего. Лучшими по матчу стали, хотя тут сложно кого-то одному выделить, поэтому для кого-то Тейтон, для кого-то Смарт, в Клипер же таковыми парнями становились Кавай, Беверли и Лу. Ну а вот игра против Денвера, которая должна была стать заключительной частью сериала «Пятиматчевое путешествие кельтов на запад», обернулась для команды из Бостона самой настоящей трагедией. Здесь, по аналогии с игрой против Клиперс, парни Стивенса избрали модель обороны против соперника ту же самую. Выключать двойками Йокича и Мюррея, не позволяя им в первую очередь запускать свои простые, но действенные заслоны в любой точке корта. Что, надо сказать, приносило свои плоды, но ровно до тех пор, пока у кельтов на паркете был кемба, его скоростных качеств хватало как для обеспечения быстрых смен с подстраховками, так и запуска атак. Однако, за три минуты до конца второго отрезка, Уокер в попытке выловить вывалившийся мяч из рук Йокича со всего ходу врезается головой в шеме отжилая, падает на паркете, держась за голову и лежит без движения, всем своим видом демонстрируя нам, что произошло нечто серьезное. Мне лично поначалу показалось, что, похоже, у него что-то случилось с шеей, ибо такое столкновение, ну, навряд ли могло нанести сильную травму именно голове. Однако, как выяснилось позже, в больнице все получилось ровно, но наоборот, с шеей и позвоночником, слава богу, все было у Уокера в порядке, а вот сотрясение он получил. На данный момент конкретной информации, правда, о тяжести этой травмы нету, но есть инфа, что госпиталь он покинул. Команде присоединился, и вроде бы с ним как все окей, что, конечно, радует, и я надеюсь, что в ближайшее время мы его увидим. Ну, а касаемо игры, решалось тут, как и в предыдущем матче, все в клаче и в последнем отрезке, при том даже в похожей манере. На дабл-тимах контроль Мюррея и Йокича приносил плоды, но упускали Пола Милсопа, давшего важнейшие очки из-под кольца из дальней, а потом под занавес, поняв, что такая стратегия не ахти, как работает, упускать стали еще и лидеров, обороняясь против них один в один, которые, по факту, и зарешали весь исход поединка. Лучшими по игре стали Джейлин Браун с дабл-даблом, 22 очка, 10 подборов, 4 асиста, и Джамал Мюррей, 22 очка, 6 подборов, 5 передач. Так, далее предлагаю перейти еще раз к Клиперс, потому что матча с Бостоном мы коснулись, однако забыли про их игру с Хьюстоном, а там и интересно много чего происходило, да и вообще про бороду с Рассом я вам давненько ничего не рассказывал. Значит, что было тут? Первая четверть началась с того, что Клиперс продемонстрировали гостям свою огневую и защитную мощь во всей красе. Ивицу Зубац отлично действовал под кольцом, вышибая дурь с капеллы как в атаке, так и в обороне. Позже, с этой же позиции, но уже, правда, против Чендера, также успешно отрабатывал Хэррол, что позволяло хозяевам более чем уверенно вести по счету и по игре в целом. У Ракеджи за набор очков привычный и предсказуемо отвечал бородачий, круто проводящий пятую игру в этом сезоне, Бен Маклемор. Только, не, не подумайте, не всего пятую, а пятую из шести, и то по статистике. Но давление Клиперс относительно статы и разрыва по очкам сохранялось недолго, ровно до тех пор, пока во второй четверти в пятерке Джордж, Херклес, Джамайкл Грин и Монтрес Хэррол Кавай не сменился на Лу Уильямса, вследствие чего проседать начала привычно не только оборона, но и набор очков. Потому как единственное, чем Уильямс смог отметиться в протоколе, это тремя фолами, тремя потерями и одним смазанным броском, получая минус 12 в рейтинге плюс-минус. Худший, если что, результат по команде за второй четверть. Но, опять же, это вездесущее но, совершенно каким-то чудесным образом, вот уже второй матч подряд и почему-то во второй половине, Лу начинает неожиданно преображаться. Так было с Бостоном, так происходило и здесь. Поэтому пока все его тиммейты активно боролись то со сбившимся прицелом, то с двойными опеками, он накидал в корзину ракетам аж 14 очков, позволяя Лак, само собой, не скатываться в пропасть. Пока Хьюстон вовсю поливал с дальней и использовал свои бонусы с линией всегда эффективно и постоянно. Ну а в четвертой четверти нас с вами ожидала очередная бомба. Где было на самом деле все? Бесконечные нескончаемые флопы от Беверли. Кстати, за которые он не только штрафака схватил на 5000 баксов, но еще и на банку присел, получившись персональных. Да не абы как, а сделал он это, самоустранившись на кроссовере Хардена, сфалив на нем, дав забить ему и сбив при этом бедолагу Пола Джорджа, который, кстати говоря, вторую игру подряд улетает в буфет после эффектных мувов соперника. Привет, Джейсону Тейтему. Однако, да ж такая тащерская игра бороды не смогла обеспечить ни большого отрыва, ни стабильного преимущества, ибо Лу Уильямса было уже хрен остановить. А там, где у лучшего шестого начинает лететь, знайте, лететь начинает почти сходу и уковая с Джорджем, потому как двойные опеки на них либо совсем ослабевают, либо вовсе прекращают работать. Что, по сути, и получилось. На двоих звездное дуо накидало двадцатку к гостям, и на этом точка. Не, конечно, был еще момент, где Рассел за 7 секунд до конца имел шанс не просто сравнять счет, а вывести своим любым броском Тиму вперед, но он свой бросок в прыжке смазал, само собой без попытки пройти, стянуть на себя еще сильнее Джамайкла и отдать, допустим, Такеру или Риверсу, ну, что сделал, то сделал. По итогу Клиперс оформили для себя четвертую победу к ряду, лучшими в матче стали Лу Уилл, 26 очков, 3 подбора, 8 асистов, и Джеймс Харден, 37 поинтов, 8 подборов, 12 в передаче. Что ж, а далее предлагаю перейти снова к матчу Лейкерс, и на этот раз, правда, одному и против команды, о которой мы вроде бы как говорили всего лишь единожды, и то на старте. Это Мэмфис. Чем данный матч для нас, как для зрителей, был примечателен? Для начала необходимо отметить, что данная встреча была наконец-то показательной по части связки Джам Моррента и Джарена Джексона-младшего. Ура! Оба на площадке провели по 30 плюс минут, оба отгрузили команде Леброна по двадцатке, оба демонстрировали нам очень приличную статистику, что, кстати говоря, и позволяло Мэмфису, вышедшему в данном поединке в форме Ванкувера, на мой субъективный взгляд, одной из лучших форм вообще в истории NBA, держать на расстоянии Лейкерс практически три четверти подряд. Для себя лично я отметил в очередной раз просто невероятную игру Джана обоих сторонах корта, где в нападении он как маленький тасманский дьявол буквально сносит все, что стоит перед ним на пути, при этом не забывая про партнеров, если есть скидка или более свободный игрок Моррент активно делится мечом, что, несомненно, радует, а в защите, благодаря той же самой скорости, противостоять ему может игрок разве что больше, массивнее и то, когда речь идет о транзишене, ибо на ногах переиграть новобранца-медведей, ох, как непросто. Со стороны Л.А. опять же скажу, что, во-первых, оборона. Я как не гляну на статистику по матчу после игры, то удивляюсь все сильнее, сильнее и сильнее. Похоже, что к пределу вогелевскому идеалу дефа не существует. Нападение. Нападение, основанное в большей степени снова на Дэвисе и Броне. Оно ярко продемонстрировало нам как раз таки то, о чем я рассказывал вам вот чуть ранее. Если Брон или Энтони в разменах получали защитника менее габаритного, то через них тут же, без всякого стеснения и промедления, шла атака. Гудрича Джеймс в прямом смысле заталкивал, не замечал. Джа, сами понимаете, отлетал по той же самой схеме. Да даже Джексон Ладша и Краудер и то с большим трудом на ногах могли устоять, когда против них в посте отыгрывал Леброн, Дэвис или Дуайт. Что повлиять в положительную сторону для Гризлис, ну, просто никак не могло. И третий важный момент — это защита. Защита против Дэвиса на дуге. Она была провальна, так как все, кроме Краудера или Валенчуна, сообороняться почему-то против его броска не хотели. Треть шести. Таким образом, Энтони переконвертировал промахи в обороне против себя и забил, кстати говоря, один из решающих и важнейших бросков в этом поединке. Мишкам буквально совсем чуть-чуть не хватило и опыта, и характера для того, чтобы прервать победную серию Лейкерс теперь уже из... Семи матчей, что, наверное, для фанатов команды плохо, но мне же лично, опять же скажу, данный поединок понравился. Прогресс подопечных Тейлора Дженнингса виден, и я надеюсь, на этом все не закончится. Лучшими в матче стали Леброн 30 поинтов, 6 подборов, 4 асиста, и Джаморант 26 очков, 3 подбора, 6 передач. Ну и на сладенькое, как вы, наверное, уже догадались, я оставил матч Феерию. Матч Фантастику, и матч, в котором вся драма баскетбола была нам показана вот прям как она есть. Шарлотт, Чикаго. Стоит ли вам рассказывать, что на протяжении практически всей игры Чикаго вели в счете, но как и в случае с матчем против Майами, ближе к концовке от него не осталось и следа. Стоит ли вам рассказывать, что после того самого матча против Хит, Джим Бойлин, кто не в курсе, это коуч Быков, вновь по прошлогодней схеме активизировался в отношении своих подопечных, обвинив публично в предыдущем поражении только Зака Лавина. Мол, он плохо играет, плохо защищается и вообще хреново тянет на роль звезды. Зак, кстати говоря, ответил ему тоже взаимностью, что сложно доверять, мол, человеку, который не доверяет тебе. И вот во всей вот этой токсичной обстановочке, а-ля Вашингтон, Булс и уезжал на гостевую игру против Хорна. Стоит ли вам рассказывать также, что вся команда после слов Бойлина явно обиделась на своего тренера и решила, что играть они будут по своим правилам? Да, стоит. К тому же я практически все и рассказал, ибо без этой предыстории всего драматизма ситуации мы не прочувствуем. Теперь главное. Сейвим в голове тот факт, что до момента Х команда Майкла Джордана была настолько хороша, что даже Бисмак Биомба забивал сверху. Это я еще молчу про данг-контест от Малинка Монка с Розиром, про трехочковые Розиры, про вообще любые броски, которые только могли забиваться против Чикаго, забивались. В общем, 45 секунд до конца, Чикаго цигарят 8 очков, и что думаете вы, когда слышите подобное? Скорее всего, что при самых хороших раскладах это 2, максимум 3 нападения, отыграть можно, но сложновато. Что думает Лавин? Дайте мне гребаный мячик. Сначала Заку потребовалось всего лишь 5 секунд для того, чтобы на фейки поднять Розиро в воздух и дать точные 3 очка. Затем в следующей атаке 8 номер Быков вновь расходует всего лишь 5 секунд времени для того, чтобы пересечь паркет, забивает Лонг в раннем нападении и уже минус 5. Позже Коби Уайт, еще один герой матча, также расходует всего лишь 5 секунд времени на атаку, чтобы забить 2 очков. Если что, разница после успешной атаки Шарлот все еще держится на расстоянии минус 5. И, наконец, финальные 17 секунд. В быстром нападении Старанский фейком в буфет отправляет Бриджес, лупит точные 3 очка, оставляя всего лишь 7 секунд на таймере для того, чтобы либо отыграться, либо проиграть. Но, как вы знаете, для Баскета 7 секунд это целый вагон времени. Успеть за это время можно многое, в том числе упустить мяч, как это делает Девонте Грэм, и посмотреть на то, как же критикуемый Бойленом Лавин валит просто дичайшей победной база. Устанавливая тем самым лично для себя не только карьер хайпачкам равным в 49 поинтов, но еще и уникальное достижение. 13 точных 3 очковых из 17 за матч. До него, если что, такой результативностью похвастаться мог только Стефан Карри и только Клэй Томпсон, забивший 14 и задав тем самым планку для всей лиги, до сих пор непреодолимую. Но, знаете, что еще особенно приятно? Не только, что Лавин спал наутер нос тренеру своим перформансом, но еще и то, как команда отреагировала на то, когда этот самый еще вчера обвиняющий во всех грехах команду коуч побежал праздновать победу вместе со всеми. Хех, это выглядело невероятно справедливо, согласитесь. У Шарлотт лучшим стал, если что, предсказуемо Терри Розир, 28 очков, 1 подбор, 5 передач. У Бэков, само собой, Зак Лавин. Ну что ж, бойлеры, а на этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по прошедшим матчам, по тому, как, например, сыграл Чикаго, будет ли еще подобный перформанс от Зака Лавина или нет. Также не забывайте, что уже завтра в Инстаграме мы будем подводить итоги конкурса на розыгрыш перчаток, носочки и снэпбэка, так что, если хотите поучаствовать, у вас еще есть, в принципе, время. Ставьте большие пальцы вверх, если выпуск вам понравился, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, услышимся с вами и увидимся, как всегда, совсем скоро, и всем пока!